Друзья, всем привет! С вами Мурзик, и сегодня мы попробуем поиграть в игру под названием Defenders Quest. Это игра из жанра Tower Defense, предельно понятная, очень простая в плане графики, но в плане возможностей, в плане раскачки и максимальных уровней она далеко не такая простая. Как мы видим, вариантов тут немного, либо иди вперед, либо выходи. И мы начнем игру. Я здесь уже прошел до какого-то момента, но я думаю, лучше будет показать с самого начала. Поехали. Новая игра. Нам нужно как-то называть нашего главного героя. Ну, раз уж нам предлагают Азра, давайте мы оставим Азра. My name is Azra, I'm dying. They don't wait. There's not even time to burn their bodies anymore. Но я думаю, у кого нормальные знания английского, они спокойно это все переводят. Диалоги здесь спокойно можно отматывать вперед-назад. И вот мы видим, ну, как бы карту. Вот она, карта. Да, графика оставляет желать лучшего. Все эти прорисовки, недоработки, они, в общем-то, здесь не нужны. Видим четыре панельки внизу. Четыре кнопочки на панели. Это пати. Это непосредственно наша группа, которая ходит с нами. Впоследствии они будут... Ну, мы их найдем впоследствии. Это ролики. Которые у нас будут появляться по мере прохождения игры. Настройки. И подсказки. Для начинающих игроков. Если кто-то не знаком с режимами Tower Defense, то желательно и подсказки прочитать. Ничего страшного, что они на английском. Все предельно понятно. Ну, просто интуитивно. Нам предлагают начать битву. Поехали. Так вот, так вот для разминочки. Вообще, суть тут довольно банальная. Тут какие-то маги. Тут какая-то чума. Тут перевоплощение. Тут потеря тела. Тут иностранные языки. Какие-то древние рунические. Это все, конечно, смотрится-смотрится. И вот оно, непосредственно у нас игровое поле. Наш главный персонаж, Азра, она не может двигаться, но может кастовать заклинания. Об этом мы узнаем чуть позже. Мы диалог потом, может, кто-нибудь прочитать. У нас есть незнакомец. Берсеркер. Славный парень с таким мечом. С оголенным торсом. Да, Азра бы проявила симпатию. Ставим его вот сюда. И у нас... Тут подается куча подсказок для начинающих, но я, в общем-то, всех их знаю и могу вам все объяснить. У Азра 30 здоровья на данный момент и 125 энергии пси, так называемой. Она может тратить эту энергию на то, чтобы призывать защитников вот этих. И либо на то, чтобы произносить заклинания, которые пока недоступны. Есть четыре скорости игры. Половинчатая, ну, первая, удвоенная и... Ну, 4х, скажем так. И учетверенная, не знаю насчет такого слова. И давайте включим, посмотрим на первую и посмотрим, как будут появляться враги. По сути, суть Tower Defense всем понятна. Это не дай... Не дай врагам добраться до какого-то объекта, до портала, до тела какого-то, до человека. Ну, в общем, просто не дай пройти. Буст. Можно обновить нашего героя. Ну, как обновить? Апдейтить. Апнуть. И теперь он будет наносить больше урона, будет получать способности, которые потом, впоследствии, надо будет учить. У него тоже есть свое здоровье. Его можно будет вернуть за какое-то определенное количество энергии. И либо апгрейдить. Вариативность этой игры меня временами просто поражала, потому что, например, у нас есть 5 различных вариантов прицеливания по врагам. То есть это атаковать того, кто идет первым, атаковать того, кто идет последним, атаковать самую сильную цель, атаковать самую слабую цель, атаковать самую быструю цель. Более того, тут есть техника именно употребления заглянаний. Об этом чуть позже. Мы прошли наш первый уровень. Мы видим полосочку опыта. В Берсерк и наша Азра получили некоторое количество опыта. Все, можно возвращаться. Диалоги я буду, наверное, пропускать, потому что это будет слишком долго, и в игру это именно непосредственно в обзор не вписывается. Ну, слаг. Давайте назовем его слаг. Так, я могу стандартными именами сейчас разбивать. Здесь они встречают парня возле каравана, и он обращается. Па-па! И сейчас придется драться против этого парня. Мы видим, что у нас появляется новый спелл у Азры. Это молния, которая она может бить. Где наш слаг? Монстры на подходе. Если мы видим, что монстры на подходе, а мы не успели выставить армию, мы просто жмем на паузу, и все. И игра останавливается. Мы можем в это время делать все, что угодно. Все, поехали. Можно даже двойную скорость включить. Теперь мы видим, что у зомбиков есть два выхода. У них они могут приходить отсюда, могут приходить отсюда. Обдейтим, обдейтим, буст, буст, буст. Все, наш слаг становится все мощнее. И мы видим, что следующая волна здесь показывается вот показывается вот этот синий кресик. Он показывает, что враги пойдут из синего выхода. Разумеется, наш слаг до туда не дотянется, и поставить нам его негде. Поэтому мы да, слаг can't reach the next wave of enemies. И поэтому мы должны будем убивать их вот таким образом. Мы должны на тех врагов, на которых не можем достать, мы должны использовать молнию. все, уровень пройден. Азра получила уровень, и нажимаем на нее, смотрим. У нее есть дерево спалов. Пока мы не можем перейти ко второму уровню, мы обновляем ей, добавляем еще одну единичку в параметр молния. Lighting. Вот это наша молния, которая бьет по цели. Пропускаем диалоги. 50 Scrap. Scrap, я не помню точно, как это переводится, там то ли хлам, то ли еще как-то, но это по сути наши деньги в игре. Мы на них можем покупать себе оборудование, можем покупать всякие, всякую защиту, мечи, луки и тому подобное. Теперь у нас в битве появляется звездочная система. За каждое, за каждый уровень сложности мы будем получать соответствующую награду. Если пройдем на самом простом уровне, на казуальном уровне сложности, мы получим 50 хлама, ну скажем так, я не помню, как я уже сказал, я не помню перевод. На нормальном плюс 100. Если мы пройдем на Advanced, то получим деревянный лук, который сможет надеть лучник, которого мы тоже получим в скорейшем времени. А если пройдем на экстремальном уровне сложности, то получим лук совсем прям очень крутой. Но у нас пока не велика армия, и поэтому надо проходить на нормальном уровне сложности. К экстриму мы вернемся, когда будет достаточно народу в армии. Вот как раз таки и лучник. Ну, кет-то ладно, пусть будет кет. Я не особо привередлив по частинам. Все, теперь можно поставить лучника. Лучник не может стрелять возле себя. Он может стрелять только по радиусу, поэтому его нежелательно ставить на какие-нибудь такие позиции, где могут сражаться те же самые берсеркеры. Вот берсеркер сюда подойдет хорошо, потому что он охватывает сразу две линии. Но это принцип Tower Defense. Мы ставим вот на такую позицию лучника, он охватывает у нас почти весь периметр вот этого квадрата. Буст тому и другому, поехали. Нам предупреждают, что красные враги могут отвечать на атаке и поэтому с ними надо будет осторожнее быть. Я так понимаю, что я допустил небольшую ошибку, я не включил курсор в настройках и поэтому мышку может быть не видно и могут быть некоторые проблемы с восприятием. надеюсь, что сейчас все работает, но хотя не уверен. Так мы видим, что последние зомби умирают и все, уровень пройден. Никто не получил уровень, мы просто возвращаемся. Диалоги, 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 диалоги довольно интересные и почитать их на самом деле очень интересно. Заходим в тюрьму, тут тоже диалог, находим свою валюту и можем купить какое-нибудь оружие. Например, вот этот меч мы берем и надеваем его на слаг. Все, слаг получает плюс 5 к атаке. Рекрут. Мы можем здесь нанять одного берсеркера. Даже и не одного, а столько, насколько нам хватит скреп непосредственно. кизнемон. Ну ладно, пусть будет кизнемон. Какой-нибудь такого поняшни бы выбрать. Красные волосы, ну ладно. ну пойдет я думаю мне совершенно без разницы. В апунс ему тоже можем взять такой меч все. Все, можно уходить. Тут больше делать нечего и идем на следующий битву. Поехали. Тут диалог, 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 диалог. Все, мы получили чуть больше берсеркеров и теперь можно одного поставить скажем вот сюда другого вот сюда и они будут успешно справляться со своей задачей. Я довольно давно играю в Tower Defense в различные. Хоть я их очень люблю, но играю довольно плохо в основном. Много ошибаюсь, много ненужных действий делаю, постоянно зачем-то промазываю вперед. Но вот этот меня захватил тем, что даже если ты плохо умеешь играть, ты в конце концов научишься. Скорость сделаем повыше, чтобы не тратить время. так как у нас кета успевает она имеет довольно высокую скорость атаки она бьет по большой площади мы поставим чтобы она била самых быстрых крипов самых быстрых врагов и поэтому зомби непосредственно останутся для милишных для берсеркеров а самые быстрые и самые опасные враги которые могут быстрее всего пробраться к азре они будут заниматься лучником лучник будет заниматься ими. Все можно теперь что-нибудь поднять и у берсеркеров у них немножко поинтересней полосочка со скиллами а это конечно можно читать очень долго выбирать что прокачать но я лучше просто все покачну на один здесь дабл хит чтобы не тратить время снова диалоги 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 вот мы видим что открылась новая ячеечка можно зайти в город здесь по-прежнему нельзя нанять лучников меня это немножко пугает я бы хотел нанять лучника значит придется перебираться через реку получает новый спел наша азра она теперь может она теперь может бить точнее не бить она может поднимать на 10 секунд скорость атаки всех защитников на 40% в конце это вот именно на высоких уровнях сложности это очень полезный навык очень важно чтобы во время защиты всегда все линии все подходы к призывателю вот именно к азре чтобы они были закрыты чтобы постоянно все находилось под контролем вот мы видим скорость атаки увеличена и говорим наши кети чтобы занималась быстрыми вот этими личинками все тут осталось довольно много красненьких они я не думаю что они представляют серьезную опасность хотя на всякий случай стоит еще добавить скорость атаки ну перестраховаться азра получает новый уровень и я пожалуй подниму все-таки молнию потому что френзи ну на 3% повышать скорость атаки дополнительно я не вижу смысла все второй акт не удивляйтесь игра на самом деле не такая уж и быстрая в нее можно играть очень долго у нее есть насколько я помню то ли 2 то ли 3 уровня сложности так что если пройти на последнем уровне сложности на все уровни на 3 звезды у вас на это уйдет гораздо больше 20 часов я думаю наверное даже и 30 теперь я так понимаю да можно нанять лучника ну и имена тут хочу ну а вот цело ладно пусть будет а вот цело теперь мы можем купить луки лучники на самом деле очень часто выручают никакой берсеркер не выручит так как выручит лучник лучник бьет по громадному расстоянию по громадному радиусу и зачастую именно лучники и спасают игры снова у нас одно один путь по которому могут уйти враги и ставим естественно таким образом чтобы наш лучник покрывал всю площадь я сразу поднимаю лучника потому что ну кета ощутимо она наносит больше урона чем остальные не стоит жалеть энергию пси на заклинания вроде вот пассивных таких вроде френзи потому что если не их жалеть можно поплатиться там вроде бы какие-то копейки платишь а вот пропустил одного пропустил второго это плохо я надеюсь что вот здесь вот их все-таки заберет кета но лучше я поставлю сюда еще одного вот как-то ну наверное как-то вот так я поставлю еще одного защитника сейчас аккуратная ситуация сейчас нужно не допустить чтобы вот эти вот крошки прорвались к азре но судя по всему лучники успешно с этим справляются и никаких проблем не возникает возможно кто-то скажет что все-таки берсеркеры эффективней я не стану спорить хотя бы потому что берсеркеры на самом деле на толпу у них есть вот разлетающиеся удары всякие они бьют по нескольким целям и иногда это на самом деле выручает все уровень пройден сомневаться не приходится сразу такая толпа уровней а вот теперь мы попробуем вернуться назад так для примера и сыграть а вот этот уровень на advanced даже не знаю получится у нас или нет энергию пси надо расходовать очень аккуратно потому что чревато все пожалуй до нуля я снижу так как будет много обычных зомбиков с ними очень хорошо справляется именно берсеркеры пока все хорошо пока жаловаться не приходится лучник хорошо справляется и почти умирает наш слайк вот это вот неприятно это означает что ему нужна поддержка ему нужна поддержка и спокойно кета зачищает своих врагов и вот теперь мы видим что уже становится тяжко потому что сейчас кета не справится с этой волной это очевидно убит один из защитников и поэтому понятно что этот уровень в общем то здесь поражение просто никто не сможет остановить уже зомбиков на пути к на пути к озере и очевидно что это игра надо либо переиграть либо просто забыть про нее но я предпочитаю наверное сделать по-другому я предпочту сделать по-другому я лучше подниму не буду поднимать слайка до уровня повыше лучше буду поднимать лучника лучник будет пытаться его страховать тактика была хреновый это было видно снова чуть не умер наш парнишка хорошо значит придется страховать тщательный убивают этого парня гону ничего нельзя сделать видимо пока рановато нечем защищать и озеро погибает ничего страшного мы успеем еще вернуться к этому уровню а сейчас спокойно можем проходить дальше как то так я не уверен что это лучшая тактика что именно вот так вот правильно располагаясь но пока жаловаться не приходится вот сейчас может быть опасно как сейчас могут прорваться здесь враги но очень хорошо держит оборону защитники атака идет причем постоянно и может сейчас погибнуть до погибает сейчас один из обороняющихся а вот целого такое необычное и довольно красивое имя потеть ребята потеть нужно потеть просто потеть потому что иначе можно проиграть ну вот и все уровень пройден без особых проблем озеро получает еще один уровень все таки я хочу пожалуй просто в этом обзоре игра предельно понятно будем открывать все новые и новые классы все новые и новые оружие все новые и новые оружие все новых и новых монстров и новые сплы у агры я хочу просто показать босса который лежит вот все лежит сидит скорее в том монастыре и в общем то я думаю на этом можно будет и закончить ну на самом деле я не вижу смысла показывать в этой игре абсолютно все суть ясна предельная я думаю вот тут эта ошибка была это была моя ошибка наверное спасет она спасет ли сейчас кета азеру непонятно да спасать едва едва центр плохо защитил на самом деле очень плохо защищен центр сейчас такая будет тяжелая артиллерия если тайме уберется к озере очень близко то можно будет его просто рубить с плеча выживает чудом slack вот стираем оп оп большой урон наносится и сейчас будет самый ответственный момент самые неприятные вот эти вот беленькие их надо аккуратно цеплять молнии а они не получается справиться судя по всему не получится нам справиться с этой волной как мы не старались да все таки пробираются к озере не могу сказать что мне это обрадовало хорошо тогда мы поставим немножко по-другому у наших воинов ну предположим как так я даже вот не знаю как бы мне так поставить чтобы ну поменьше рисковать ну вот так вот уже похоже на правду если сейчас 250 дать кете то конечно она никому шансов не оставит но где же взять эти 250 кому-то может показаться от 5 5 5 нужно спасать кету потому что иначе можно и проиграть вот 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 пока есть энергия пси нужно ее использовать нужно просто жизненно необходимо вот почти нет кулдауна на это заклинание но она расходует энергию пси причем 10 для одного попадания это сравнительно немало так вот теперь теперь конечно нужно нужно было бы бросить ускорение но по моему слишком просто да никак не не удается сдержать оборонительные порядки тогда наверное нужно как-то поднимать именно либо нанимать какие то либо на никого то нанимать либо что то покупать либо не знаю уже просто что делать потому что просто сносит хорошо сейчас слайк так как у него новый меч он будет пытаться защитить нашу империю от нашествия злых захватчиков зачем я это сделал я не оставил ни единого лучника зато слайк посмотреть что делает слайк он просто нарезает нарезать не оставляет вообще ни шанса через него вообще никто не может пройти во все стороны успевает слайк и все и теперь можно поставить нормального лучника которого сейчас будут нещадно бить ничего бывает мы его полечим ну конечно надо было наверное раньше так сделать купить просто оружие и этому слайку забыть про то что существуют враги вообще на этом свете вообще никому не пусти там какие-то копейки остались и в них кстати уже не попадает молочник так что его надо их надо вот копейки эти истреблять аккуратно и точечно все энергии больше нет это понятно но она не должна умереть она не должна умереть никакими никаким образом нет 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 ноут 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 гайс ноут но туда ох уровень пройден но азра пострадала это плохо мы не получили основную награду за этот уровень но зато получили силам это хорошо что мы получили силам и сейчас с этим силам возьмем пройдем уровень нормально ну или не пройдем я пока не знаю и он в общем то массовый так 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 немного немного страшновато но вроде как нормально все так и было как же он успевает то по всем фронтам и сейчас мы поставим сюда хила сюда хила сюда стрелка все хил занимается своей работой все все замечательно все хорошо вот все таки вот эти твари меня немножко напрягали а ей как же я так пропустил я не уследил ускорил игру и снова пробежала какая-то тварь ну зато конечно сейчас эти ребятки уходит куда быстрее вопс куда собрался бро надо наверное еще раз еще раз еще раз еще раз как раз таки получают уровни наши ребята и все таки сейчас мы пройдем мы пройдем получим эти 60 опыта несчастные но мы пройдем снова тупиковая тактика мы милишника нашего поднимаем стоять наверное надо начать уже с лучника или все таки сейчас можно начать с лучника а можно поместить обычно обычного милишника наверное лучник все таки нам сейчас пригодится хоть конечно наверное это и ошибка была включаем скорость атаки и смотрим что из этого получается наш просто бравый парень не пропускает ни одного противника но это время мы понимаем конечно же что это время поставим кому отсюда этого из него так пробежит ли кто-нибудь сейчас не похоже все нужно сейчас сейчас уже нужно очень постараться скорость атаки увеличивается и давайте давайте ребята давайте 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 все уровень пройден на сей раз совершенно точно так 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 снова лайтин снова повышаем повышаем все можно идти наконец таки в этот монастырь и что мы видим что мы видим мы получаем мы получаем вот такого врага озималказ сейчас мы будем против него драться это будет жестокая битва не на жизнь а на смерть так расставляем как-то приблизительно вот так наших бойцов ну ладно я не особо заворачиваюсь все каз пути не знаю как там получится либо или не получится его убить но хочу сказать что бьет он сам по себе довольно больно да получится его убить это очевидно все вот и босс вот он небольшой такой у него довольно много очков жизни если вот у бегунка 139 то у него вот эта маленькая полочка это 682 вступают милишники в атаку и все вот он и весь босс по сути этот уровень дался гораздо проще чем предыдущий собственно говоря это все что на данный момент хотел показать я если будут какие-то просьбы если захочется чтобы я проходил эту игру дальше я конечно же пройду ее но вот вот основы называется механику игры я показал теперь можно купить еще и палки нашему монаху я куплю себе такую вот такую палку выходить с палкой все замечательно и покруче луки покруче луки 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 да отлично вообще хорошо собственно говоря это все что я хотел бы показать у нас начинается третий акт ну если вы хотите посмотреть на третий акт если вам не очень хочется ее покупать и играть то я могу его конечно же пройти а пока на сегодня все всем большое спасибо за просмотр всего самого вам лучшего все увидимся пока 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 да пока Taj